а теперь давай про те расходы про которые как бы обычно не задумываются первую очередь конечно это сама стоимость монтажа то есть стоимость монтажа массивной доски существенно выше чем практически наверное у любого из этих материалов второе это материалы это два слоя фанеры обязательно и клей очень часто возникают вопросы я хочу единый пол во всей квартире начинает прихожая до кухни что делать люблю паркет как в прихожую паркет там ведь обувь какая-то крошка на ботинках и он может просто поцарапаться а кухня это же вообще катастрофа там вода кастрюли ложки вилки падают такое ощущение что там производства я даже не знаю чего там просто все на пол летит ну вот мое мнение как дизайнера такое здесь есть две вещи на которые стоит обратить внимание первое это дизайн вот там внешний вид а второе это уже практичности а что для вас важнее исходя из этого нужно расставлять приоритеты да ты тоже так считаешь я тоже так считаю потому что если мы используем паркет или доску по всей квартире начинает прихожая то конечно есть большой риск ее просто поцарапать ботинками и теми частичками земли камня да просто даже проходя в тапочках она может поцарапаться но есть спасение можно постелить коврик а коврик можно убирать стирать и потом обратно возвращать а если эта кухня то соответственно здесь есть риск того что может что-то упасть твердое железное и оставить вмятину ну то есть это тоже такой ну вопрос то есть надо быть на кухне аккуратнее если мы кладем парке но ты часто что-то на кухне раньше да серьезно конечно у меня же трое детей а все понял мало того что я могу ребенка уронить так я могу еще что-то сверху на него уронить а если я промажу тоже попадет на пол тебе нельзя тебе надо вот керамогранит не надо что-то по жестче ну вот в общем выбор за вами дорогие друзья кстати говоря ламинат на кухне в прихожей он ведь тоже так себе себя ведет это не самый практичный материал потому что именно в прихожей если ламинат кладут то чаще всего именно оттуда и начинается вот эти все проблемы потому что мы пришли зимой поставили допустим до ботинки даже после того как мы их помыли немножко воды осталось на них попали вот в эти вот швы и собственно начинается вот это разбухание потом истирание и так далее ну и на кухне тоже ламинат когда лежит то есть постепенно влага может туда попадать и чтобы не говорил производитель по поводу того что это влагостойкий ламинат но все равно мы в принципе я видел влагостойкий ламинат который как-то оказался невлагостойким поэтому лучше перестраховаться чем недостраховаться ну и либо быть к этому готова либо изначально быть готовым к тому что вы через какое-то время обновите напольное покрытие либо будете жить ну собственно с мятинами трещинами там домиками и так далее быстро на это нормально это же живой материал у нас осталось два материала эта плитка и кварц винил которые мы тоже можем использовать в квартире и укладывать на кухню и в прихожую верно их лучше всего на самых неубиваемых материала я прав или нет да да все верно их лучше всего как раз использовать вот в этих помещениях потому что они не боятся воды самое главное что они не боятся воды и они не убиваемые с точки зрения механических каких-то повреждений то есть если мы хотим чтобы у нас была идеальная картина на полу не царапин не вмятин не разбухание ничего шарашен просто везде просто керамогранит или кварц винил но в наших условиях керамогранит по всей квартире наверное это не очень хорошо потому что это холодный материал все-таки квартиру гораздо теплее а кварц винил он все-таки потеплее на ощупь действительно он действительно потеплее и он гораздо больше имитирует дерево чем чем керамогранит опять же и по швам если судить потому что здесь кота закирочка появится кстати кварц винил он бывает и с фаской там не без фаски в принципе у керамогранита под дерево тоже есть варианты с фаской но они смотрятся немного не так вот то есть портфил особенно замковый вот у замкового портфинила у него часто встречается фаска кварц винил мы можем и в ванной использовать до квартиру можем использовать его на приз проблем с люки рама гранит вообще без вопросов ну а вот эти материалы под большим вопрос да конечно это немножко ламинат точно не стоит не стоит и так собственно наверное не стоит я думаю что в ванной ну ты знаешь я такие встречал в общем-то решение что в ванной комнате есть массив либо паркетная доска но здесь нужно сразу оговариваться что а это помещение должно быть ну очень хорошо вентилируемая туда не должна литься вода там на пол и так далее и так далее и все-таки это скорее такая умывательная комната в принципе ну вот там с умывальником там а не какой-то там банка прачечный комплекс то есть там не должно быть там прям дикого пара и так далее она должна вентиляция хорошо бы в принципе это возможно но наверное я бы не рекомендовал например из ванной вышагивать на допустим на вот эти покрытие мокрым да то есть и потом там вытираться полотенцем тогда лучше вытираться в ванной и вышагивать уже сухим туда если мы говорим про балкон или лоджи но я считаю что однозначно не на балконе не на лоджии вот эти материалы не стоит применять а если только это лоджии балкон не отапливаемый да то есть балкон по сути мы говорим о тех которые вот застекленные но не а то я бы рекомендовал брать вот эти материалы и не париться кварц винил или керамогранит лучше всего керамогранит в этом случае я него теплый пол электрический и все замечательно в принципе ножки погреть да смотришь созерцает про теплый пол теплый пол под из каждой из этих материалов в принципе класть можно ну как бы возможно да но есть ограничение значит под керамогранит без игры без ограничений под кварц винил теплый пол мы кладем там тоже да практически без ограничений насколько знаю особых каких-то нет здесь под ламинат существует определенные там тоже рекомендации по укладке теплого пола в зависимости от производителя как на как под какой-то ламинат вообще лучше не стоит укладывать теплый пол но значит в принципе тоже можно то есть тоже но там температура значит теплоносителя значит не должна превышать сколько-то там градусов то есть мы не можем здесь врубить на полную катушку как например керамограните да и потом честно говоря мне кажется что теплый пол под ламинатом это какой-то такой маркетинговый ход потому что например если мы кладем подложку пробковую очень часто рекомендуют пробковую подложку то это же хороший тепло такой изолятор сквозь который просто вниз да она просто тепло не пропускает в чем смысл мы просто тратим электричество с паркетной доской примерно то же самое на самом деле стоит более того мне кажется что все таки это же законы физики мы только что разговаривали там от расширения сужения а как только она будет нагреваться это значит она начинает усыхать все насохнет да и получается что в общем то не так уж и хорошо сюда теплый пол под вот эти два материала с другой стороны зачем они же и так в общем-то теплые это же дерево они хорошо держат тепло кстати вот это вот теплее почему-то не знаю почему мы вот поощущение или ты руку дирту руку держал нет или она у тебя под задница лежала и и нагрел игре он и грел скисами я понял в общем друзья если вы хотите чтобы ваш керамогранит или кварц винил были тепленькие положите женщину на несколько минут пока она не нагреет пятнышко а потом уже ложитесь сами как вам лайфхак эти хорошие действия надо обязательно попробовать теперь поговорим об особенностях укладки объясню почему первое на что мы смотрим внешний вид второе на что мы смотрим цена и радостные хватаем там ламинат бежим покупать ну кто-то еще заморочится там за какие-то технические характеристики за эксплуатацию все такое прочее но вряд ли кто-то задумается о особенностях укладки и поведение материала потом что имею ввиду например если мы берем ламинат ламинат всегда укладывается плавающим способом а это значит мы должны делать специальные швы между комнат то есть мы не можем единым полотном застелить правильно если мы вот эту штуку кладем плавающим способом мы тоже должны делать вот эти разрывы то есть мы выходим из комнаты в коридор а у нас где дверь порожек будет и вот нравится вам порожек или нет в ламинатах этот порожек будет всегда вот такой шляпкой сверху правильно а других вариантов нет потому что он ходит и вам нужно как бы сверху перекрыть чем-то а это вот такой грибок т-образный порожек алюминиевый порожек до алюминиевый порожек порожки бывают за щелкой где нет укрепления а застройщики делают просто они сверху саморезами нужен вам порожек саморезами мне кажется это отвратительно выглядит то есть дешевый материал ну из всех этот самый в общем-то дешевый фактически ну еще кварц винил а и этот дешевый материал закрыт дешевым порожком это отвратительно я как дизайнер считаю это просто отвратительно других решений каких-то более-менее но их практически не существует кто-то как-то изгаляется там но мы же понимаем что он и называется плавающим потому что он плавает и ну что как ты шов закроешь это большой минус вот этого материала второй минус и особенность того что когда мы его уложили он ну вот он вот он но он звенит короче говоря потому что он да и это тоже особенность материала когда вы будете ходить по квартире такой вот сок от дает только ламинат больше никакой другой материал такого звука не производит и все это создает ощущение полной искусственности но если конечно будете ходить в носках там по нему да то есть и не и стараться не топать то звона как такового к пол чуть-чуть не ровный сразу чувствуется вот это вот прогибание отгибание и не дай бог если вы не обеспылить и ну поверхность пола перед укладкой тогда там останутся вот эти маленькие частицы ну там крошка бетона которые будут хрустеть они будут протыкать получается подложку и когда вы будете наступать они будут давать до характерный хруст вот поэтому очень но это уже как к рукам относятся в общем то вот то же самое относится к особенностям вот этого материала если мы его кладем плавающим способом то же самое там появляются стыки и все такое прочее и но мы можем же его приклеить можем и как только мы его приклеили и нам уже не нужно делать вот эти компенсационные швы правильно я понимаю то есть внешне он лежит гораздо лучше ну да он будет понравилось видео ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал а у вас антон какой дома пол а у меня ламинат сейчас лежит кстати к слову вот но я делал ремонт довольно давно я как он себя ведет все признаки которые мы с тобой проговорили сейчас на лицо на лицо да все на самом деле и и и и и Продолжение следует...